130 калинчан должны пополнить ряды вооруженных сил до 31 декабря, что на 40 человек больше, чем в предыдущий призыв. Связано это в первую очередь с тем, что общая численность военнослужащих в российской армии увеличивается. Но вот не все призывники на данный момент стремятся сменить привычный образ жизни на армейский. Пока что отправились на службу 105 новобранцев. Но, несмотря на все вот эти нормальные результаты, я считаю, что нормально, порядка 40 человек у нас уже устранили. Сегодня мы проводили очередной плановый рейс с сотрудниками полиции, где 40-905 этих уклонистов были пройдены сотрудниками совместных с нашими ребятами. Ну, из них нашли около 15 человек. 7 человек сегодня уже прививали. С 1 октября этого года для тех, кто планирует уклоняться вплоть до 27 лет, введены определенные изменения. Если раньше по достижении этого возраста призывник получал военный билет, со словами не служил, то теперь его ждет вручение справки белого образца. Вся госслужба, силовые структуры и наличие этой справки на работу не берут. Так что мы долго это добивались, чтобы люди просто не китрили, вот наконец-то и добились. Вопрос престижности воинской службы поднимал на совещании глава района Алена Сокольская. Отработать схему взаимоотношения со всеми нашими призывниками на предмет уверенности, в первую очередь, их родителей, несмотря на то, что это люди призывного возраста, совершеннолетние, в первую очередь, их судьбой озабочены, как всегда, родители, да, что вот уходят в армию, говорят, бот, потерянный. Я хочу сказать, что, наверное, наоборот, надо переформатировать уже отношения, что ребята уходят и возвращаются с профессии. В связи с этим она проручила проработать схему трудоустройства тех ребят, которые отдали свой долг родине. Но некоторые по завершении службы не спешат вернуться к гражданской профессии. Их привлекают условия контракта. Завхата 35-70 тысяч, ну, соответственно, сельготами, это обеспечение жильем, движение недовольствия, ничего не удовольствия. С этого призыва было разрешено проходить военную службу по контракту вместо срочной, при наличии высшего образования. Это, по словам Александра Дудина, способно повысить престижность российской армии. Алена Масленкина, Артем Мельников, Александр Феофанов и Илья Тимофеев. Специально для программы «Мой Клин». Алена Масленкина, Артем Мельников, Александр Феофанов и Илья Тимофеев. Алена Масленкина, Артем Мельников, Александр Феофанов и Илья Тимофеев. Алена Масленкина, Артем Мельников, Александр Феофанов и Илья Тимофеев.